Перспективные инвестпроекты, заработная плата, экспорт товаров и услуг, доходы и расходы – основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Темп роста объемов производства – 120%. За итоги необходимо отметить, что экономика города продолжает демонстрировать восстановительную динамику. Захвата за три месяца возросла от 2 397 рублей, а в том числе за март – более 1450 рублей. Совоковное поступление доходов увеличено более чем на 17%. В экономику инвестировано более 65 миллионов рублей. Промышленность Бобруйска обеспечила четверть объемов всей области. Продукции произведено на 723 миллиона рублей. 80% предприятий города сработали на все 100. В числе лидеров – ТДИА, ТАИМ, Бобруйск, Сельмаш, Белшина, Беларусь-Резинотехника, Бобруйский Бровар, Оазис Групп, Славянка, Регион Продукт, Завод растительных масел, типография имени Непогодина. Зарегистрировано 25 новых предприятий. Тут я чуть подробнее остановлюсь. Считаю, необходимо отметить, что в структуре вновь зарегистрированных предприятий произошли определенные позитивные изменения. И сейчас каждое четвертое зарегистрированное предприятие относится к производственной сфере. А еще год назад их было порядка 11%. В сфере внешней экономики тоже наблюдается положительная динамика. Объем экспорта товаров – 73,5 миллиона долларов, услуг – 2,8. Качество бобруйской продукции оценили в 45 странах мира. Среди них Казахстан, Израиль, Турция, Афганистан, Иран, Ирак, Вьетнам. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. За первый квартал отгрузки в страну-соседку увеличились на 16%. Если говорить о выполнении прогнозных показателей, то в целом динамика неплохая по городу Бобруйску. Обеспечено выполнение трех из трех доведенных целевых показателей и пять из восьми дополнительных показателей. Вместе с тем мы понимаем, что определенные вопросы, они имеются. За три месяца в городской бюджет поступило 99 миллионов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Рост платежей обеспечен практически всеми градообразующими предприятиями. ИП уплатили налогов почти в полтора раза больше, чем в первом квартале 2022-го. 80% направлено на социальную сферу. Доходы, полученные в отчетном периоде, позволили профинансировать бюджетные обязательства в запланированных объемах. Просроченной задолженности посредством бюджета на 1 апреля не имеется. На расходы бюджета направлено 96,4 миллиона рублей. Кроме экономических вопросов, на повестке дня было и развитие туристической сферы. Неповторимый колорит, чистота и безопасность города на Березине привлекли множество гостей. Только за прошлый год Бобруйск посетили почти 8 тысяч иностранцев. Экспорт услуг свыше 1 миллиона 280 тысяч долларов. Это на 32% больше, чем в 2021-м. Наиболее востребованным стало лечебно-оздоровительное направление. Татьяна Горобыч, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.